добротолюбие избранная для мирян издательство сретенского монастыря духовная сокровищница 1930 год о смерти страшном суде вечных муках и райских селениях преподобный исихи будем если возможно непрестанно памятовать о смерти ибо от этого памятования рождается в нас отложение всех забот и сует хранение ума и непрестанная молитва без пристрастия к телу и омерзение ко греху и почти если сказать правду всякая добродетель живая и деятельная из него проистекает посему будем если возможно делать это дело столь же непрерывно как непрерывно наше дыхание преподобный исаак сирин спаситель многими обителями у отца назвал различные меры ума во дворяемых в онной стране то есть отличие и разность духовных дарований какими наслаждаются по мере ума ибо не по разности мест но по степени дарований назвал обители многими как чувственным солнцем наслаждается каждый сообразно чистоте и приемлись в приемлемости силы зрения и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно хотя свет не делится на многие светения так будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье хотя бы из одного воздуха от одного места престола зрелища и образа и никто не видит меры друга своего как высшего так и низшего чтобы если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение не было это для него причиной печали и скорби там всякий по данной ему благодати веселиться внутренно в своей мере вне же всех одно зрелище и страна и кроме сих двух степеней разумею же одну страну горнюю другую дольнюю посреди же их разнообразие в разности воздаяний преподобные антонио великий смерть для людей кои понимают ее есть бессмертие а для простецов не понимающих ее есть смерть и этой смерти не следует бояться а бояться надо на погибели душевной которая есть неведение бога вот что ужасно для души жизнь есть соединение сочетания ума духа души и тела а смерть есть не погибель этих сочет сочетанных частей а расторжение их союза все это бог хранит и по расторжение как из матерного чрева выходит человек так из тела душа выходит голую и бывает иная чистая светла иная запятна нападениями а иная черная от многих прегрешений почему умная и боголюбивая душа поминая рассуждая о бедах и крайностях послесмертных живет благочестиво чтобы не быть осужденную и не подвергнуться им они верующие не чувствуют и грешат презирая имеющие быть там безумная душою как исшедший из чрева не помнишь того что было в очреве так исшедший из тела не помнишь того что было в теле как из чрева исшедший стал ты лучше и больше тела так исшедший из тела чистым и нескверным будешь лучшим и нетленным пребывая на небесах смертные должны заботиться о себе зная наперед что их ожидает после смерти ибо блаженная бессмертие бывает уделом преподобной души когда она бывает добрая и смерть вечная сретает ее когда она бывает злою помни что юность твоя прошла силы истощились а немощи возросли близко уже время исхода твоего когда имеешь ты дать отсчет во всех делах своих и знай что там ни брат не искупит брата ни отец не избавит сына всегда поминай об исходе из тела и не выпуская из мысли вечного осуждения если будешь так поступать вовеки не согрешишь преподобный иоанн карпавский с угрозой и бранью дерзко нападает враг на душу только что исшедшую из тела являясь горьким и страшным обличителем в падениях ее но можно видеть это как боголюбивая верная душа хотя многократно прежде была уязвлена грехами не боится его нападений и угроз а паче его является сильную в господи окрыляется радостью воодушевляется мужеством видя сопровождающие ее небесные силы и как стеною ограждающий ее свет веры и с великим дерзновением взывает против злого дьявола что тебе и нам чуждый богу что тебе и нам сверженный с неба и раб лукавый не имеешь ты власти над нами власть над нами и над всем имеет христос сын божий ему же согрешили ему и ответ дадим имея ручательством милосердие его к нам и спасение в нем честный его крест ты же беги дальше от нас окаянный ничтожи тебе в рабах христовых от таких дерзновенных слов души наконец дьявол раздирающий и спустит крик в бессилии устоять против имени христова душа же превыше его сущей паря над врагом как так называемый быстрокрыл над вороном переносится божественными ангелами в определенное ей по ее состоянию место преподобный ава дорофей кто без ужаса может вспоминать страшные места мучений огонь тьму безжалостных слух мучителей и другие томления о коих говорится в писании идите от меня проклятые в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его евангелие от матфея да и один стыд осуждения как сокрушителен и убийствен святитель и ан златоус говорит если бы не текла река огненная и не предстояли страшные ангелы то только бы призывались все человеки на суд и одни получили похвалу прославились бы другие же отсылались с бесчестием чтобы не видеть им славы божию то наказание онным стыдом и бесчестием и скорбь о лишении толики к блах не была ли бы ужаснее всякой гиены преподобный максим исповедник смерть собственно есть отдаление от бога жало же смерти грех который адам приял в себя стал в одно время изгнан и от древа жизни и от рая и от бога зачем необходимо сделавала и телесная смерть жизнь же собственно есть тот кто сказал я есть жизнь сей бы в смерти паки возвел в жизнь мертвенного страх гиены побуждает вводимых в сказанный путь новоначальных избегать греха желание воздаяния благ придает готовности преуспевающим в дело недобродетелей а таинство любви восторгает ум превыше всего тварного соделывая его слепым для всего что после бога господь умудряет показывая ему божественнейшие ищут некоторые из любящих до всего доходить в чем будет состоять различие вечных обителей и обетованных наследий местом ли она будет определяться или количеством и качеством духовных совершенств каждого и одним кажется первое а другим второе кто познал что царствие божие внутрь вас есть евангелие от луки и что в доме отца моего обители много тот станет на сторону второго царство бога и отца по вседержительству есть во всех верующих по благодати же в тех которые всецело отложили всякое расположение к естественной жизни душевной и телесной и стяжали жизнь духовную так что могут говорить с апостолом и уже не я живу но живет во мне христос конец настоящей жизни не справедливо думаю называть смертью а скорее избавлением от смерти удалением из области тления освобождением от рабства прекращением тревог пресечением браний выходом из тьмы отдохновением от трудов укрытием от стыда убежанием от страстей общее сказать пределом всех зол в них святые исправившись через свободное самоумершление соделали себя чуждыми и странными в этой жизни ибо доблестно борясь с миром и плотью и с исходящими от них восстаниями и подавив из обоих их по сочувствию чувства с чувственным порождающее прельщение они непорабощенным сохранили в самих себе достоинство души преподобный феогност какое несказанное и невыразимое утешение когда душа с уверенностью во спасении отделяется от тела слагая его как одежду ибо как бы во обладании суще уповаемых благ она оставляет его беспечально с миром идя к ангелу свыше сходящему к ней с радостью и весельем и вместе с ним беспрепятственно проходя воздушное пространство никакому не подвергаясь нападению со стороны духов злобы но в радости восходя с дерзновением и благодарными возгласами пока достигнет поклонения творцу и там получит определение быть помещенную в сонме подобных ей кровных в добродетели до общего воскресения преподобный филофей синайский кто добрый искупая время жизни своей непрестанно бывает занят помышлением и памятью о смерти и через это самое мудро исхищает ум из страстей тот обыкновенно острее зрит повсечастное прирожение бесовских прилогов нежели тот кто проводит жизнь без памяти смертной надеясь очистить сердце действием одного разума а не тем чтобы всегда хранить печальную и плачевную мысль кто имеет непрестанно помышление о смерти тот острозорче чем тот кто не имеет его замечая прирожение демонов удобно прогоняет их и попирает много поистине добродетелей совмещает в себе углубленная память о смерти она есть родительница плача руководительница ко всестороннему воздержанию напоминательница о гиене матерь молитвы и слез страж сердца источник самоуглубления и рассудительности которых чада сугубый страх божий и очищение сердца от страстных помыслов объемлют много владычных заповедей в таком сердце зрится тогда борение и подвиг выдерживаемые с крайним трудом и об этом-то вся забота у многих из борцов христовых пресс-виттер или я эгдик нет ничего страшнее памяти смертной и дивнее памяти божией то вселяет спасительную печаль а это исполняет духовным весельем ибо пророк давид поет помянул бога и возвеселихся и премудрый учит помни о конце твоем и вовек не согрешишь блах царствия сущего внутрь нас миролюбивое око не видела и чистолюбивое ухо не слышала и на сердце лишенная духа святого не восходи не восходи не восходила то они суть залоги благ какие имеют быть дарованы праведным будущем царстве христовым кто не наслаждается здесь семи плодами духа тот не может сподобиться наслаждениями ими и там преподобный симеон новый богослов кто вселит в глубине сердца своего страх суда тот является на зрелище мира как некий осужденник закованный в цепи почему прибывает объят страхом как бы был схвачен палачом немилостивым и влеком на место казни не думая ни о чем другом кроме страданий и терзаний какие имеет претерпеть от мук вечном огне это чувство мук хранится неизгладимо в сердце его страхом породившим его и вместе с ним не дает ему заботиться о чем-либо человеческом так как всегда находится в таком состоянии как был бы повешен на крест и чувствовал во всей силе болезни и страдания крестной смерти что и не попускает ему не внимать лицу чему-либо и не думать о чести или бесчестии человеческих от всей души почитая себя достойным всякого презрения и бесчестия и внимание не обращает он на поношение и унижение какие ему делают преподобный никита стефат огнем откроется последний день и огнем будут испытуемы дела каждого говорит святой апостол павел послание коринфанам прилагая при всем что чьи дела по существу нетленны каковы они внутрь себя отложил в созидание свое те прибудут посреди огня нетленными и не только не сгорят но еще соделаются блестящими очистившись совершенно от малых каких-либо пятен а чьи дела тленны по веществу каковы и он как бремя на себя возложил те возгоревшись сгорят и оставят его в огне ни с чем дела нетленные пребывающие суть слезы покаяния милостыня сострадание молитва смирение вера надежда и всякое дело в видах истинного благочестия содеваемое кое когда живет человек созидаются в нем во святой храм богу и когда умирает отходят с ним и сопребывают с ним нетленными вовеки а дела в огне истлевающие как для всех явно суть сластолюбия славолюбия сребролюбия ненависть зависть воровство пьянство досаждение осуждение и всякое дело телом совершаемое по похоти или гневу все такие дела и когда живет человек разжигаясь похотью тлеют вместе с ним но не сопребывают с ним а бы выстреблены огнем делателя своего оставляют в огне на нескончаемую во веки веков муку преподобный григорий синаид муки различны как и воздаяние благих муки все в аду суть по слову писания в земле темной и мрачной в земле тьмы вечные где грешники живут прежде суда и куда возвращаются опять по изречении последнего божьего определения ибо слова писания возвратятся грешницы во ад и смерть упасет я что другое означают если не окончательный приговор и вечное осуждение огонь тьма червь тартар соответствуют страстям всякого рода сладострастию всеобъемлющие тьме неведение неутолимой жажде чувственных удовольствий смраду греха зловонного кое как задатки и зачатки адских мук уже отзде начинают мучительно действовать на душу грешников когда укореняются долгим навыкам будущее награды и наказания равновечны хотя иным это кажется иначе одним божественная правда воздает вечную жизнь а другим вечное мучение те и другие добрые или зле проживший нынешний век воздаяние получат по делам количество же и качество воздаяния определяется добродетелями или страстями навыкам укоренившимся как зачатки будущих благ сокрыто присущи в сердцах праведников и действуют духовно как и внушаются ибо царствие небесное есть добродетельное житие как мучение адское страстные навыки царствие небесное подобно скинии бога данной ибо и оно в будущем веке подобно моисеевой будет иметь две завесы из коих первую внедут все освященные благодатью во вторую же только совершеннейшие многими обителями назвал спаситель различные степени тамошнего состояния царстве одно но многие имеют внутри себя различия по различию имеющие в нети в него и добродетели и ведения и в мире обожения ибо иная слава солнца иная слава луны иная звезд и звезда от звезды разнится в славе послание к коринфянам хотя все они на божественной тверде сияют в будущем веке говорят ангелы и святые никогда не пристанут преуспевать при умножении дарований стремясь все к большим и большим благам умоление жили происхождение от добродетели ко греху век он не допускает